Какую камеру выбрать? Canon, Sony, Nikon, Panasonic? Какая зеркалка лучше? И какая зеркалка снимает лучше видео? На что снимают видеоблогеры? Между главными брендами и конкурентами есть определенные отличия. Рассмотрим плюсы и минусы самых популярных брендов зеркалок. Меня зовут Кирилл Евсеев и на этом канале я рассказываю, как снимать видео, как продвигать видео и как выбирать видеоаппаратуру. Итак, почему так важно определиться именно с брендом? Прежде всего, потому что, когда через пару-тройку лет придет время купить новую камеру, логично будет купить зеркалку того же бренда, что у вас уже был. Менять фирму болезненно, ну не только потому, что нужно заново изучать меню и расположение кнопок, но и потому, что у вас уже будет определенный набор объективов, подходящих к вашей камере и которые, скорее всего, подойдут к зеркалке новой. И так вы сэкономите приличную сумму денег. Panasonic, Canon, Nikon, Sony это самые популярные фирмы зеркалок, которые сейчас покупают. У каждой из этих марок есть непримиримые фанаты, которые точно выскажутся в своих комментариях. Поэтому, если у вас есть любимая камера и вы довольны ей, напишите под видео, чтобы помочь другим с выбором. Каждый из этих брендов выпускает как очень дешевые камеры, так и очень дорогие. Начнем с Nikon. Это очень популярная марка у фотографов, но если говорить о видео, то многие остаются недовольны, к сожалению, Nikon. Обычно это более бюджетные камеры, чем другие бренды, у них хорошие цвета, но многие пользователи жаловались на слабую светочувствительность матриц, а больше всего на работу автофокуса, которая не подходит для фокусировки в видео. Я хочу, чтобы вы понимали, в этом обзоре типичные нюансы брендов, но любая фирма может выпустить исключение из общей линейки камер. Поговорим о самой распространенной марке, это Canon. Эта фирма одна из самых популярных среди западных ютуберов, и дело не только в том, что камеры прилично адаптированы под видео, но прежде всего это большая работа маркетинговой службы Canon, которая дружит с западными блогерами. Обычно больше всего Canon хвалят за отличный автофокус, за большую линейку камер под разные потребности. У Canon много камер с поворачивающимся экраном к блогеру, то есть можно сразу видеть, что у вас получается, но вам придется постоянно косить в бок, если хотите видеть себя. Многие хвалят цветопередачу. Canon считается, что именно эта фирма делает кожу человека наиболее красивой, именно ее камерой. Поэтому бьюти-блоги девочки так любят этот бренд. У зеркалок Canon удобное меню, и их камеры очень похожи друг на друга, поэтому при покупке новой модели вам минимально придется переучиваться и привыкать к ней. Очень большой выбор линз. Из негативных сторон в Canon они, конечно, тоже есть. Это прежде всего сомнительный дизайн, который не меняется долгие годы. Canon внешне напоминает очень древние аппараты, несовременные камеры. В Canon особо нет выбора кодеков и битрейтов, хотя столь ли это важно для вас. Особо подчеркну, зеркалки Canon обычно большие и громоздкие. Если в комментариях наберется достаточное количество желающих, я сниму отдельное видео, почему размер камеры действительно имеет большое значение для съемки видео. Panasonic – один из самых продвинутых брендов для съемки видео. Набор возможностей для съемки в зеркалках Panasonic традиционно очень большой, даже в недорогих камерах. В Panasonic отлично реализована функция удаленного управления через смартфон. В их приложении все настолько продумано, как ни у одного другого бренда. У камер Panasonic обычно нет ограничителя записи, то есть можно писать видео долго без остановки. Эти камеры очень хвалят, что управлять ими действительно удобно и легко. Но у Panasonic также есть негативные нюансы. Это прежде всего редкие камеры, а когда речь заходит о ремонте или покупке аксессуаров или объективов, чем более популярная марка, тем лучше. У этих камер часто более маленькая матрица, чем у других брендов за те же деньги, поэтому сложнее размыть фон, и они могут хуже снимать при слабой освещенности. Sony – основная фишка этой фирмы. Как у предыдущего бренда, они отлично заточены под видеосъемку. Съемка slow motion, контроль качества картинки на экране и так далее. Реализованы здесь действительно хорошо. У камер Sony современные дизайны, и они довольно маленькие. Sony хорошо снимают при слабой освещенности. Многие пользователи при этом жаловались, что привыкнуть к меню Sony после других брендов, мягко говоря, сложновато. У Sony дорогие аксессуары и объективы, а есть очень-очень дорогие объективы для Sony. У профессионалов при этом есть вопросы к цветопередаче этих камер. Иногда картинка выглядит не так уж и красиво без постобработки, как у Canon и Nikon. Очень важно, посмотрите, какие камеры все же используют ваши друзья, семья, если у них уже есть хорошие объективы, которые вы можете, например, взять в аренду. А может, вы у них возьмете вообще целую зеркалку, чтобы сделать многокамерную съемку, и при этом картинка не отличалась от вашей камеры той же фирмы. Поддержите свой любимый бренд в комментариях. На этом канале будет еще не одно видео о том, как выбирать лучшую технику для съемки.